добрый день в прошлом обзоре мы завершили рассмотр книг филиале номер 1 и теперь мы переместились в филиал номер 2 это в нашем деревенском доме который находится я сейчас нахожусь на втором этаже сегодня такой денек непогожий по крыше барабанит дождик вот поэтому работы в огороде немножко пока откладывается и можно заняться книжным обзором здесь второй этаж не отапливается но здесь тоже есть книги вот книги там какие-то еще другие вещи тетрадки старые учебники школьная часть архива домашнего все это вот так вот лежит на полочках ну вот мы зимой это все конечно промерзает немножко но ничего много лет уже некоторые книги живут здесь просто десятилетиями нормально себя чувствую но тем более что здесь такие книжки как бы второстепенные ну не самое главное вот но если вот например такой висит прекрасный календарь еще тут еще целый склад календарей старых прошлых лет вот календарь посвящен александр ивановичу сумбатову южину это я когда-то в малом театре покупал это я думаю что календарь на семнадцатый год тут не подписано поскольку южин родился в 1857 а умер в 1927 то есть вот эти года оканчивающиеся на семерку это его ира год рождения год смерти поэтому данного юбилейный календарь вот здесь вот представлены какие-то его фотографии из ролей в малом театре тут вот яблочки на другие замечательные актеры то есть вот такой каждый месяц я наслаждался такими видами с фотографиями южина разных его ролях такой календарь теперь у меня тут висит на стенке у меня много всяких календарей соответственно здесь вот посвященный южину здесь вот такая старенькая этажерочка старинная она заполнена книгами в основном которые я уже рассматривал в основном фонде библиотеки я все время говорю что так это нужно отвести деревенскую библиотеку это тоже надо отвести туда же и вот соответственно эти книжки у меня уже все рассмотрены вот до нижней полочки по моему вот нижнюю полочку она как раз это были местные книги которые здесь находились в течение долгого времени еще не были рассмотрены поэтому здесь вот я как бы эти уже повторять не буду так что мы уже видели вот а посмотрим на нижней полочке книжки надеюсь такие вот как бы второстепенные книжки которые можно читать летом допустим действовать и на втором этаже можно с апреля по сентябрь можно здесь вообще жить чем я пользуюсь кстати говоря когда летом сюда приезжаю то здесь в основном кабинет у меня на втором этаже ну вот хотя он не отапливается и сентября по апрель соответственно здесь холодно вот но книжки вот для таких продолжают жить вот ну вот какая-то книжка случайно мне тоже каким-то путем попалась заговорщиков кремле такая политическая книга таких же годов она 90-х наверное да это 91 год вот такая вот книжечка вот про горбачева в общем такая любопытная на тираж у нее кстати 200 тысяч немаленький вот пройдемся еще по остальным книжечкам которые здесь внизу находятся так это у меня по моему уже было вот книжка про феликса дзержинского воспоминания очерки статьи современников в общем все что вы хотели узнать про железного феликса вот тут в этой книжке вот он феликс эта книжка кстати восемьдесят седьмого года не такая уж она сильно древняя уже шла перестройка но еще она выдержана в таком коммунистическом русле вот поскольку место в основных моих хранилищах не так уж сильно много то часть книжек таких вот второстепенных перешла вот уже сюда на второй этаж значит 300 тысяч терактами вот ну и тут вот содержание все такое прям пламенный революционер председатель вычек а у гп на хозяйственном фронте наставник юности любящие жизни людей вот все что написано про железного феликса в этой книжке вот отражено дальше такого же рода книжка узники шлиссельбургской крепости это советская тоже историческая книга 78 года соответственно про всех революционеров которые сидели шлиссельбургской крепости вот но кстати говоря нужно много интересных фактов подчеркнуть я сегодня читаю эту книжку уже по-другому их интерпретировал тоже тиражик у нее 50000 так и вот здесь такой вот сборничек про различных революционеров кстати ольховский евгений романович я его недавно книги вспоминал тоже показывал это завкафедра истории бывший моем университете вот такая вот в общем книжка про революционеров дальше вот вячеслав манягин небезызвестный от потопа до рюрика история русского народа но такая книжка конечно не основана не на документах а отчасти на догадках автора но весьма интересно 384 страницы вот тут вот такое оглавление также часть первая потопа до вавилона от вавилона до трое вот арийца вот такая вот книжечка любопытственная но это уже 3000 экземпляров тираж это уже такая новейшего времени книжка 2009 года издания вот дальше книжка с таким страшным названием настольная книга атеиста но кстати говоря это вот издательство политической литературы 85-й год опять же восьмое издание исправлено дополненное в общем уже шла перестройка наши такие книги издавались вот широким кругом вопросов имеющих актуальность очень для теории практики научно-теизма сфероучений культом и моральными принципами основных религиозных направлений раз а то 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 в общем это самая такая книжка очень большое содержание вот всякие тут страны мира расход интересно что в советские годы иногда какие-то получить вот знания о религиях мира там а христианство об исламе можно было только вот из таких книжек то здесь она в таком критическом рассмотрена аспекте вот но тем не менее значит соответственно только отсюда можно было получить и эти данные так 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 вот такое вот оглавление дальше книжка про распутина вот такая вот тоже серии великие пророки здесь какого года на 1999 оглавление здесь мы видим и тиражик у нее соответственно даже не вижу указан ли нет ли ну небольшой наверное тиражик да хотя 20000 это вообще порядочный порядочный тираж это такая книжка как бы не шибко прям такая уж интересная героическая оборона петрограда в девятнадцатом году тоже в коммунистической истории воспоминания участников это 59 год то есть снято к 40-летию этого события вот здесь вот соответственно воспоминания тех кто оборонял петроград от юденича там от других белогвардейцев тираж 10 тысяч и вот сборничек такое вот здесь оглавление тех кто участвовал вот рах я кстати один из авторов это его именем названа станция на железной дороге под пить питером когда едешь с финляндского вокзала вот против банд юденича с лениным в сердце плечом к плечу вот такие вот названия соответственно любопытственные дальше вот известная книга бунича золото партии вот историческая хроника 92 года это вот только-только начали печатать книжки такие как бы после перестроечной была очень популярна в те годы вот наверное что даже довольно большим тиражом но 100 тысяч 100 тысяч тираж вот 320 страниц вот здесь вот в течение 73 лет преступной организации именующей себя партии большевиков тра-та-та-та-та-та в общем такая вот история интересно почитать делать соответствующие выводы здесь никаких не иллюстрации ничего нету просто текст столько вот такого объема так дальше тут такие вот политического характера скажем борис ельцин исповедь на заданную тему советский писатель 90 год то есть это вот книжка тоже в основную часть библиотеки не поместилась а здесь она вполне достойно существовать так вот аннотация 184 страницы вот книга народного депутата ссср председателя верховного совета рсфср тираж 200 тысяч стоило в букинисти 30 рублей вот книжится но здесь вот все про 89 год с 25 марта и так 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 а тут 88 что-то не по хронологии все хроника выборов и вот она идет значит 89 88 опять 89 не опечатка ли тут я думаю вот такая вот книжечка так дальше значит хроника трех столетий вот такая целая серия несколько книжек вот автор по фамилии троцкий третье отделение при николая первом 3 июля 1826 года то есть это про декабристов про николая палкина как они его называли эти революционеры декабристы вот 318 страниц так и это еще 90 год соответственно 150 тысяч тираж вот так 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 вот оглавление две части в этой книге дальше идет скрынников святители святителей власти это известный советский историк лена задав 90 вот аннотация этой книжечки значит перечисляется что тут скрынников написал сейчас оглавление посмотрим аннотация в конце еще 90 год 349 страниц тиражи были тогда огромными 300 тысяч так вот тут скрынников что пишет куликовская битва пуха ивана третьего иван грозный его время учреждение патриаршества и смутное время вот такая вот такой сборник его работ начиная от куликовской битвы до значит соответственно смутного времени дальше светлана аллилу его дочка сталина 20 писем другу известная тоже книга москва издательство книга 90 год так что мы тут видим 500 тысяч полмиллиона пираж полмиллиона то есть это завалено все этой книжкой везде она можно встретить до сих пор на каждом шагу значит соответственно не вижу оглавление наверно быть она может его нету вовсе так 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 да тут оглавление вообще нету то есть вот эти 20 писем другу это 20 как бы таких глав вот и в общем не вначале не в конце нету оглавление вот светлана аллилу его такая известная тоже книжка очень большому большим тиражом издана вот и продолжая сталинскую тему еще вот рассмотрим книжку роя медведева они окружали сталина будут всем известные лица молотов и каганович и в этот самый маленков тут вам по моему суслов что ли в конце вот в общем такая вот книга вот ее аннотация то 90 год уже тогда очень много издавали видите такую таких политических книг в основном конечно анти сталинской такой направленности вот а сейчас кстати наоборот очень много книг про сталинской направленности 400 тысяч тираж утро и медведев известный такой писатель об одном московском долгожители это про кагановича видимо от ильича до ильича без инфаркта и паралича это про микояна вот ну и другие вот вплоть до михаила суслова а суслов уже умер вот на моем ютубе да и они все это в общем и молотов их экономить они все умерли тоже кстати я прекрасно помню молотов например родился в 1890 году а умер в 1986 году ему было уже 96 лет а даже когда чернобыльская была эта самая катастрофа он еще пенсию свою перевел одну фонд помощи чернобылю так что был потрясающим долгожителем молотов до окна и вот тут еще такая книжечка тоненькая новаковский рассказы о петре великом это москва панорама девяносто второй год вот здесь вот аннотация 64 странички вот и здание напечатано так 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 в 1896 году то есть это перепечатка старой книги вот рассказов о петре великом это тоже такие маленькие книжки издавались огромными тиражами вот ну тоже пол миллиона вот 500 тысяч тираж так дальше ты еще чуть подвину что тут у нас еще на тут вот парочка книжек таких футбольных от заморы до яшина знаменитые вратари мира автор курт частка частка вот они тут перечислены все эти вратари известные вот про них рассказывается курт частка это какой-то чех что ли судя по его фамилии 75 тысяч тираж это вот 69 год и так еще про одного футболиста это про аршавина значит 555 вопросов и ответов ну такая попсовенькая книжечка про аршавина цветными даже иллюстрациями известного этого тоже футболиста вратаря так дальше вот такая вот энциклопедия символов тоже здесь у меня книжки многие такие которые либо кто-то мне дарил либо откуда-то они вот появились что как бы ну не особо актуально но тем не менее книжку ни одну не выбрасываю поэтому мне вот те которые не сильно актуальны они вот здесь у меня все и хранятся вот такая огромная толстая книжка но она небольшая по формату вот и ладошка можно закрыть но очень толстая вот это у нас издательство такое а ст сова москва санкт-петербург это такое сложное издательство тысяча семь страниц вот про всякие разные символы более 700 иллюстрации содержит тираж 15000 экземпляров вот все что вы хотели бы вот тут узнать про какие-то символы числа геометрические символы что тут еще мифологические символы древних культур символика современных религий символика древних мистических орденов символиков времени так земная символика язык природы о боже когда хоть это все кончится карты таро высшее проявление символа такая штука я даже туда не заглядывал энциклопедия символов значит дальше что мы посмотрим лауреаты нобелевской премии это не знаю по моему не все лауреата только какие-то избранные вот тут вот четыре автора дом славянской книги 2006 год так вот тут вот аннотация такое интересное издательство дом славянской книги почему-то вот про лауреатов нобелевской премии издала книжку нобелевская премия уже сейчас она такая себе конечно политизированная очень сильно и ни о чем она не говорит точнее говорит но в противоположной стороны как раз зачастую вот но и тут вот сейчас оглавлением посмотрим что тут у нас в конце выходные данные какие-то есть тиража я не вижу так введение физика химия физиология медицина литература премии мира по экономике приложения но я думаю что тут далеко не все вот эти лауреаты какие-то избранные вот их тут фотографии вот есть очень хорошая статья вадима кожаного в интернете нобелевский миф называется вот кому интересно можно почитать и она небольшая это все про нее написано вся ее так сказать сущность раскрывается что в любых сферах это все скажем ипсон и лев толстой когда только была учреждена нобелевская премия значит вот в начале двадцатого века крупнейшим писателем мира были ипсон и лев толстой но ни тому ни другому ее не вручили потому что лев толстой был обмужичившийся граф а ипсон был такой ну антилиберал такой консерватор вот поэтому тоже не получил нобелевской премии так что вот такая вот история с этой нобелевской премии так дальше игорь понарин первая мировая информационная война развал ссср вот такая вот книжка то издательство питер она вот тут представляет многие города 2010 год вот здесь аннотацию мы видим к этой книге 256 страниц такая вот книжечка так 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 что тут у нас выходных данных тираж дополнительный 5000 экземпляров но это в общем как такая современная уже книга поэтому тиражи небольшие вот про информационную войну против ссср вот вот такая вот интересно книжка политическая дальше 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 вот такое вот оглавление вплоть до развала ссср до 91 года так дальше еще из таких старинных политических книг вот сборник произведений ленина для учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений вот что изучали раньше средних школах это вот какой-то списанный экземпляр откуда той школы какой-то я даже не помню где-то я это покупал что ли или как-то мне досталось 77 года еще книга академия педагогических наук ссср вот на все таки хрестоматийные произведения ленина которые мы хорошо помним вот мое поколение по крайней мере сейчас посмотрим оглавление то есть это где нужно было вставить какую-нибудь цитатку из ленина нужно было обращаться к этой книжке интересный тираж какой бы ленинской книги так-так-так-так-так вот тираж полтора миллиона экземпляров вот это да вот такие были тиражи так что же тут у нас содержание какая-то такая штука интересная физика какие-то науки тут упоминается общем так что вот тут мы видим из статьи карл маркс фридрих энгельс три источника и три составных части марксизма партийная организация и партийная литература социализм и религия лев толстой как зеркало русской революции но все классические работы вот лев толстой его эпоха так что тут еще революционный подъем пробуждение азии отстала европа война в россии социал-демократия национальной гордости великороссов крах второго интернационала лозунги соединенных штатов европы то есть это все вот такие знаменитые вот такие на которые часто раньше ссылались и вот они прямо есть приведены вот империализм как высшая стали стали стадия капитализма так доклад революции пятого года что тут еще социалистическое отечество опасности так всякие речи тезисы из речей записанных на граммофонных пластинках что такое советская власть 3 интернационал вот любопытно это все так письмо к рабочим и крестьянам украины по поводу побед над деникиным об очистке русского языка интересно кстати надо послушать по почитать точнее так речь красноармейцам отправляющимся на польский фронт задачи союзов молодежи вот мы вот все в общем лучше меньше да лучше а наши революции в общем вот эти все классические ленинские произведения которые на которые часто значит ссылаются даму ссылались по крайней мере раньше вот они все тут собраны то есть это школьникам в каждой школе был такой сборник произведений ленина который они цитировали где-то там в каких-нибудь не знаю рефератах там еще где-то вот и в учебниках по литературе мы вот помню тоже еще изучали там это ленинские какие-то цитаты так что вот такой сборничек произведений ленина сейчас уже это исторический интерес только представляет собой вот ну и вот здесь на втором этаже у меня хранится зимой не отапливается летом лежит в тепле такой сборничек ленинских цитат так но тут такой же книжечка чтобы осень была золотой это как сохранить психическое здоровье в старости такая фишка тоже любопытно 88 год медицина автор торновский вот аннотация к ней 112 страничек небольшая ну кстати очень интересный от как раз читал тут буквально вчера закончил село степанчиково достоевского и там то вот как раз это генеральше карохоткина и вот надо было бы конечно такую книжку прочитать потому что у нее это осень была не золотой она была прям сумасшедшая старуха вот 200 тысяч тоже тираж от 200 тысяч но тут такое оглавленица до 100 лет без старости борьбы за гармоничную старость в общем как хорошо прожить до старости не впасть в маразм вот такая интересная книжка дальше значит паршев почему россия не америка такая известна тоже книга вот крымский мост издательство москва 2000 год еще очень давно книга для тех кто остается здесь всякие рекомендации аннотации дальше реклама этого издательства так 2000 год тираж еще был 10 тысяч экземпляров паршев андрей петрович такая известная книжка по моему даже вадим кожанов я рекомендовал вот противоамериканская такая вот пожалуйста здесь можно посмотреть оглавление вот она здесь такое и вот она здесь оканчивается оглавление книжечка так дальше значит работы марксистов у меня тут заканчивается после ленин идет фридрих энгельс диалектика природы тоже классическая его книга довольно интересно это восемьдесят седьмой год издательство политической литературы вот институт марксизма и ленинизма при цк кпсс как он сейчас называется этот институт если он не упразднен я думаю что вряд ли скорее всего переименован так вот восемьдесят седьмой год триста сорок девять страниц так какой тираж интересно посмотреть восемьдесят седьмом году сто тридцать тысяч экземпляров это в общем тоже сборник классических работ энгельсона которые ссылались советские годы вот она диалектика природы вот эти дюринг роль труда в процессе превращения обезьяны в человека так 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 вот такие вот такой сборничек энгельсовских работ ну любопытно тоже посмотреть понятно что как бы это не является истиной последней инстанции но вполне можно полюбопытствовать на что раньше ссылались чем раньше руководствовались да какая то тут еще книжечка такая позывные истории выпуск 1 тема ленин о комсомоле и молодежи в советской историографической литературе вот так вот ни много ни мало сколько же были тиражи у этих книжек ну 50 тысяч экземпляров вот все про ленина про ленина ленина международное движение молодежи ленинскому комсомолу 50 лет вот комсомол комсомол цели нас и все прочее то есть вот 69 год вот еще было вполне в ходу такая литература издавалась большими тиражами так дальше о александр колесник роа власовская армия судебное дело власова так вот немного не мало издана в харькове кстати привет харьковчанам очередной издательство простор 90 год что тут у нас вот аннотация 78 страничек честно сказать книжку это не читал даже не знаю я надеюсь что это не апология власовщины так 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 сейчас немножко тут она что-то не сконцентрировать не так не сфокусировать вот тираж 200 или 300 300 тысяч по моему да не фокусируется чуть не как это сама 300 тысяч экземпляров да вот наконец-то сфокусилось 300 тысяч вот такой колоссальный тираж вот оглавление так дальше из таких же политических книжек воспоминания дорогого леонида ильича брежнева издания второе дополненное 83 год то есть это уже к не в конце его жизни вышли воспоминания 319 страниц значит вот жизнь по заводскому гудку чувство родины малая земля возрождение молдавская весна целина космические актеры слова от коммунистах вот такая книжица тираж у меня был пол миллиона стоила на 75 копеек то есть если если по рублю стоил это было бы уже пол миллиона рублей как вода принесло бы государству продажи этой книги вот в общем это воспоминания брежнева вот 77 по 82 год последние написали ну как говорится без комментариев но тем не менее любопытно почитать все таки это же человек который воевал был на фронте в общем сейчас к брежневу отношения вполне такое приличное лояльное вот почему бы не почитать иногда воспоминания дорогого леонида ильича так вот еще есть книжки которые мне иногда кто-то дарил они не люблю вот эти все афоризмы ну в смысле что вот такие сборники какие-то оттуда отсюда извлеченные как-то не знаю не мое это особо чтение поэтому ход к иногда мне дарили мудрость и остроумие от возрождения до наших дней вот такая вот супер обложки еще вот ну вот они у меня здесь лежат на втором этаже вот это 2005 года книга иногда можно полистать посмотреть что-то может быть и понравится вот на досуге ну как-то это все особо не мое такое чтение я больше люблю такого рода скажем ну какие-то вот типа там записные книжки марины цвета и там тоже сплошь афоризмах таких или там как он ларошку к сборник а так чтобы какие-то разные не шибкая к ним заинтересован тираж 7000 экземпляров вот ну вот пожалуйста эти такие веселые афоризмы можно посмотреть почитать иногда полистать ради удовольствия такая же еще огромная книга энциклопедия мудрости тоже где-то кто-то мне дарил ой сколько тут всего роб оса какое-то издательство так афоризма древнего мира вот тут всяких разных что-то ростове или восемнадцатый век то все так 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 вот всякие разные вот они тут все перечислены деятели с которой взяты все афоризмы их тут буквально много-много страниц вот начиная еще вон от гомера 12 века до нашей эры и заканчивая уже вот какими-то современными энштейном бернардом шоу вот по по алфавиту стивенсон вот но и марина цветаева кстати которая только что упоминал что тут у нас тираж 100 тысяч экземпляров тираж огромный в общем вот кому хочется мудрости можно позаимствовать из этой книги на что-то видимо обиделась на меня и выскочил и звук так вот это я рассмотрел все что было здесь в первом ряду и дальше значит надо вот мне немножко это отодвинуть и залезть вот туда еще дальний рядок а тут у меня все падает сейчас секундочку я прошу прощения сейчас их переложу сюда и вот сюда отодвину так а здесь тоже продолжается вот значит книги сейчас их попытаюсь тоже достать и показать в общем я думаю что вот рассмотрим вот эту еще части для этого выпуска и хватит нам значит что тут у нас имеется к русские оружейники такой герман ногаев книжечка русские оружейники повести третий год аннотация такая историческая книжка про оружейников вот токарев дегтярев повести конструктор это может быть про калашникова не знаю вот конструктор шпагин в общем такая вот книжка дальше город под морем или блистательный санкт-петербург так опять феликс дзержинский я просто некоторые книжки эти у меня уже они были поэтому я их пропускаю вот это например про город под морем она уже я не уже показывал в одном из прошлых обзоров просто них привез сюда и вот они мне тут лежат на некоторых не было в тех старых обзорах поэтому я вот их и достают показываю такая история с древнейших времен до 61 года что тут еще великая отечественная война это все было было в тех обзорах посмотрим чего не было это было 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 так это все было устав коммунистической партии советского союза хрущеве история те что это все было так по моему здесь у меня уже книжки все обзоры моих были сейчас глянем еще вот сюда так земля древнего двуречья матвеев сезонов миф и легенды находки открытия москва молодая гвардия восемьдесят шестой год так вот здесь аннотация 75 тысяч вот этой вроде бы не было книжки у тут автора даже представлена такая серия эврика оглавление вот она здесь идет довольно таки подробно про всяких ассирийцев про саргона и прочих героев древности 75 тысяч тираж 85 год издания так это было конец ордынского и да было хазара плетнева было тайна распутина корною чердовые прозвание титулы в россии это все было у меня в тех обзорах и жизнь пирогова тоже кажется было в общем вот мы просмотрели тут несколько кучек таких достаточно сумбурно вот но тут еще осталось порядочное количество всяких книжек школьных учебников других некоторых книжек вот кстати детских много еще книжек такого маленького формата формата большого натальни тоненьких точнее так что еще будут у меня здесь обзоры вот пока на этом я остановлюсь вот уже как раз 41 минута прошла вполне достаточно для такого обзора и продолжим в следующем выпуске